Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30. Я аж прямо чуть ли не плачу от восторга, поскольку одно из моих любимых детиш, авторская программа «Один из нас» возвращается в эфир национального телевидения. И тема на сегодня, поскольку у нас затравочная, пилотная, можно сказать, во второй раз передача, эфир у нас будет на тему «Один из нас сходил на выборы». Мы начинаем. И такая вот замечательная сегодня у нас аудитория, я не буду поименно представлять, я рад, что старый состав клуба «Одного из нас» собрался в таким усиленном составе. И, конечно же, наши дорожайшие, любимые участники выбора, выборного того процесса, в котором мы все, ну, за исключением, скажем, определенного количества процентов, все-таки звучали официально вполне цифры по проявку и так далее, приняли в прошлое воскресенье участие. И я не буду сегодня вот прямо такие авторские, у нас хронометраж довольно ограничен, 38, поэтому я призываю всех спикеров, участников нашего клуба поактивничать вместе со мной. И давайте не будем превращать некое партсобрание, когда три минуты отводится вам на тронную речь, три минуты вам, три минуты вам и так далее. Давайте, кому угодно, давайте, свалка, разрешается все. Задаем вопросы. Первый кто? Евгений Тазидинов, человек-музыкант. Такой простой вопрос, может, даже глупый, да, у меня вопрос к партии правящей, да, вроде бы у нас внешняя политика идет, как бы, против диктата, как бы, большинства, да, то есть, имею в виду, что бы мы ни делали, это у нас, как всегда, получается паровоз, да, вроде мы диктуем, там, ну, чтобы нам Америка все не диктовала, да, то есть, контрольный, как бы, у них, да, вот, да. Внутри, вот, после вборов, после каждых вборов, ну, все равно больше 50, да, получили, ну, что же делать, может, пора какой-то закон инициировать, да, чтобы, ну, вот, нельзя больше 50, вот, все-таки, как-то, может, делиться уже начинать. Делиться начали уже давно, да, как говорится, вот, помните, было партийное соглашение, как говорится, да, в некоторых округах «Одийная Россия» уступила свои места. То есть, отдала свои мандаты. Чтобы оппозиция вольготно себя чувствовала в Новой Думе, да, даже несмотря на то, что мы уступили, даже несмотря на то, что в 18 округах «Единая Россия» не выставила своего кандидата. К сожалению, может быть. Да, в том числе и в Якутии. Для поддержки, вот, скажем так, малочисленных партий. Да, я сначала думал, что это неправильно, что надо было, конечно, кандидата все-таки от «Единой России» по Якутии все-таки выставить, что это неправильно, а на самом деле сейчас я думаю, что правильно сделали. Если бы не так не сделали, то были бы обвинения, вот, «Единая Россия» заграбастала все места, что вот неправильно сделали, партия власти давлеет. Вот помните 2011 год, когда в партии вышли буквально из Госдумы, из первого заседания Госдумы, обвинили, что вот нечестно играют партии власти, да. Оказалось, что все-таки население, несмотря на кризис, голосует за действующую власть. Ну, я считаю, что это в рамках кризиса, в рамках противодействия с Западом, во время санкций, это как раз нормально. А можно я как член партии «Единая Россия» скажу? С 17-го года. С 17-го. И сразу же задам вопрос нашим гостям. Да. Вот вопрос, значит, почему «Единая Россия» набирает много голосов, и надо ли это ограничить, да? Как это ограничивать? Ну, он же предлагает, что давайте законодательно ограничим, чтобы одна партия не больше. Нет, это количество мандатов, да. Я считаю, что «Единая Россия» — это прежде всего центристская партия. Есть левые, правые и центристы, да? Вот «ЛДПР» — это правые, «Яблоко» — правые, «КПРФ» — это левые, да? Есть центристская партия «Единая Россия». Центр — это, значит, оптимальный вариант между левым и правым. Разумеется, центристов в обществе всегда больше. Вот если взять США, там целых две центристских партии. Там вообще нет левых и правых. Там есть только центристы. Золотая середина. Золотая середина. И у меня вопрос-то другу, так и должно быть. Было бы, вот все потрясения, которые были в России и в других странах, они начинаются, когда приходят к власти либо левые радикалы, либо правые. Гитлер был правым радикалом, Ленин был левым радикалом. И это все приводит к крови, к войне и тому подобное. Когда власти центристы, народ сытый, довольный, все хорошо. Поэтому очень хорошо, что большинство за единый Россия. У меня вопрос как раз представителям крайних партий. Зачем они вообще нужны? Может быть, нам нужно в России оставить две центристские партии, и пусть они борются друг с другом, как в США. И зачем нужны эти крайние течения политические вообще в политическом поле? Безможно, давайте. В принципе, если вы непримиримы в своем выражении, конечно. Ну, чтобы отвечать на этот вопрос, я должен согласиться с некоторой импликацией, что у нас крайняя какая-то позиция. Что мы какие-то страшные радикалы. В данном случае я говорю и про Яблоко, я говорю и про Парнас, я говорю и про незарегистрированную партию прогресса, потому что они все стоят на общей позиции европейского выбора, верховенства, права. Да, и вот нам сейчас предлагается очередная подмена, которую мы постоянно видим и на федеральных каналах. Когда оппозицию хотят представить в виде вот таких сумасшедших людей, которые прыгают на одной ножке, машут флагом. В то время как они, пожалуй, единственные, кто пытаются сохранить конституционную структуру страны от разрушения. Поэтому, коллеги, уважаемые из «Единой России», давайте не будем все-таки путать наших избирателей, наших граждан. И, извините, но ставить на одну доску партии европейского выбора, в том числе Яблоко с Гитлером, ну это уже, мне кажется, известный интернетовский аргумент. Да, редукцию от Гитлером, да, сведение Гитлеру. Это известный мем еще с 90-х годов о том, что в конце любого бессмысленного спора возникает сравнение противоположной стороны с Гитлером. Нет, я, наверное, тоже скажу, да, вот действительно с Гитлером сравнивать нельзя. Некорректно. Я сам, как член партии «Единой», мне жаль, что правые, да, скажем, либералы не прошли в Госдуму. Я думал, они все-таки преодолеют 5-процентный барьер, что все-таки Москва, Санкт-Петербург, где у вас большинство как бы избирателей, придут, проголосуют, да, и все-таки должно быть какое-то... А сейчас люди будут опять недовольны, да, будут смотреть там свои социальные сети и так далее, будут писать, вот, Путин виноват и так далее. Они же должны быть представлены в Госдуме, да. Так почему же все вот эти три партии не получают даже 3%? Вот «Парнас» плюс гражданский партия. Да, объясняю, потому что все общенациональные каналы контролируются из здания на Старой площади в Москве. У нас нету никакого телевидения, которое... Простите, общенациональный... Простите, не нужно передергивать, вы просто лжуете. То есть телевидение это все-таки мощный инструмент пропагандиста? Телевидение это единственный инструмент, которым нынешняя власть, нынешняя администрация президента управляет, точнее думает, что управляет, всем обществом. Извините, аудитория телеканала «Дождь» 100 тысяч человек, ему запрещено распространяться в кабельных сетях, на него наложены другие ограничения, поэтому не надо передергивать. Интернет тоже разведенный. Да, простите. Еще раз возвращаюсь. Аудитория федеральных каналов — это порядка сотни, миллионов человек в день, которые слушают эти каналы. Не только, когда они, допустим, заходят в интернет по работе, да, и, может быть, у человека нет свободного времени на работе, там, сидеть в соцсетях, да, но они приходят домой, начинают готовить еду, садятся ужинать и нажимают эту кнопку. Хорошо. И это в 90% наших домов так. И тот, кто владеет кнопкой, владеет страной. Поэтому, когда вы говорите о том, что вы решили смилостивиться и дать легальной оппозиции поиграть в эти выборы, ну, вы, опять же, передергиваете, потому что выборы, когда одна партия, да, ваша партия контролирует все мощные федеральные каналы. И ОРТ, и ВГТРК, и НТВ. Да, неважно, кто формальный владелец. Важно, что вы контролируете. Понятно, первый ответ, вы говорите, что нас гнобят, поэтому мы не получили 5%. А еще раз, вы единственное, вы владеете? Мы не владеем, он не мистер-твистер, а владелец газеты теплохода. Контролирует партия Единая Россия все существенные СМИ. Знаете, есть СМИ, новая газета, где я работаю. Вы его не контролируете. Давайте про новую газету. В новой газете вы являетесь автором, да? Я колумнист, да, регулярный колумнист. И сегодня я прочитал замечательный материал, в котором было указано, что вы пошли на некий эксперимент. Судя по всему, Якутия это уникальный, скажем так, уникальный, не то что в ВВК, он круг. Это не Башкортостан, где 90% это тюркоязычное. Это не Татарстан, это не Чечня. А Якутия это где соблюден некий баланс между славянским населением и тюркоязычным. И та особенность, нас же не склеили с Магаданом, там, Хабаровским краем и так далее. Якутии выдали собственный округ. Ну, на этих выборах, по крайней мере. Вот у меня вопрос все-таки такой. Почему основатель диссердинтед пошел на выборы? Потому что я вижу, что чисто журналистские способы изменить что-то в стране, чисто лоббистские способы, я также являлся до вчерашнего дня, позавчерашнего, помощником депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, чрезвычайно ограничены. И для того, чтобы что-то реально менять, нужно представительство в парламенте. Я попробовал журналистику, я попробовал лоббизм, быть автором федеральных законов, которые вносил Дмитрий Гудков и его коллеги, другие немногочисленные разумные депутаты покойной 6-й Государственной Думы. Теперь я вижу, что необходимо самому там быть. И такую попытку я предпринял. А почему в Якутии? Ну, элементарно. Просто я здесь родился, я никогда не терял связи ни с якутскими журналистами. Это, кстати, не только те, с кем мы делаем журналистские расследования, Италина Никифорова или Виталий Абедин. Это еще и, кстати говоря, те, кто много лет здесь сделали православный журнал «Логос», который, может, не так раскручен широко. Ну, вот, может, имя Ирины Дмитриевой, что-то говорит моя замечательная коллега. То есть я здесь присутствовал в том или ином виде постоянно, несмотря на то, что физически мое тело находилось в разных точках мира. Но моя деятельность такова, что она не зависит от... Андрей, ну, экспириенс замечательный. При нулевом бюджете попробовать, скажем так, протолкнуться в Думу. Замечательно. Хорошо. Давайте, поскольку у нас все-таки эфирный, еще раз говорю. Горю, Павлович, я вот буквально с момента выборов нахожусь с вами на круглосуточной связи. Возможен будет такой уникальный момент, когда Якутия может получить дополнительный мандат. Все-таки мы не исключаем это. Вот вообще ваша оценка происходящего, ваша оценка вот той ситуации, которая не только во время самих выборов, но еще и сразу после, когда начинает дележь вот этих мандатов. Ну, я вот про тему «Единая Россия» сейчас закончу. По тему «Единая Россия» поделилась, как раз это будет тему про меня, поделилась мандатами. Мы сейчас говорим, мы вот пять человек, которые прошли, половина из них, ну, по Сибири прошло, даже больше половины. Это Иван Абрамов, который просто год назад замочил Козлова, который действующий был мэром Благовещенского. Он выиграл его там, набрав там в два раза больше. Ну, проиграл там на гуминатовских, потому что районы проиграли, да, и против Вани просто не нашли. Хотели там космонавта поставить, но из-за того, что там космодром, испугались, потому что против многих жителей Амурской области и против космодрома. Мы сейчас говорим про тех, кто ребята, которые я на самом деле соединим. Гори Павлович, не в обиду, реклама прямо сейчас на канале. Мы буквально через минутку вернемся сразу, и мы продолжим вашу мысль. Реклама прямо сейчас. И день возвращения попугаев, говорящих на различные темы в темной студии. И мы прерывали Гаврила Павловича с его интересной очень мыслью. Давайте мы докончим. Да, я доведу ее до конца. Про то, что кому отдали, не отдали. Так вот, Абрамов второе место на губернатора позапрошлом году. Выигрывает Козлова в городе, проигрывает там, где вырубили все. Ну, суть не в этом. С 78-го года. Спортсмен, депутат действующий, самая большая фракция в Амурской области. Он был депутатом от Якутии же? От Якутии он был, да, от пяти регионов. Диденко, еще на два года младше, тот, в 78-го, еще на два года младше, Диденко порвал весь, всю Томскую область пять лет назад. Полностью 6% поднял до 30, почти до 30 ЛДПР. Опять против него, я к чему это говорю, никого вы не могли поставить, Нигде на Россию. Ну, просто никого. Ну, искали там космонавтов, спортсменов, там привозили всех, все рейтинг падает. Говорим про Фургалы, мы сейчас говорим все про Север и про Сибирь. Аппонентов просто не нашлось, вы говорили. Да, 70-го года Фургал. Я почему говорю, что все молодые, 70-го года. Второе место в Хабаровском крае на губернаторские выборы. Не нашли конкурента, прошел. То есть мы, к чему это говорю, что у нас есть показатель, есть законопроекты, есть работа, не просто болтать языком, я сейчас не буду показывать там на всех, а действительно делать. И то, что сегодня в Якутии, придя, когда я пришел пять лет назад, я почему себе говорю, почему на мне сейчас маленькое внимание заострилось. Пять лет назад я пришел в Якутию, у нас было всего три продажных депутата в Ленском районе, и больше не было никого вообще. Продажных? Ну, они в свое время купили у Котовской возможность зайти от ЛДПР. Просто Жириновский об этом не знал. Когда он об этом узнал, естественно, поменяли, поставили меня, и произошло. Не подачи, а покупные. Ну, другая суть в этом. Суть в том, что сегодня 26 депутатов районных, сейчас добавилось три, вот после этих выборов, Жиганский район, Нижнеколымский район, Абыйский район, да, добавилось три. И плюс еще глава добавилась. И плюс еще процент у меня у единственного, у нашего отделения, процент, где поднялся на три после последних выборов. И у нас в численном составе прибавилось еще полторы тысячи. Говорил, вы можете ли это связать с тем, что вот патриотические настроения, Крым, великодержавность, может быть, поэтому за ЛДПР проголосовали? И Владимир Вольфович, конечно, он в этом году блистал. Я, честно говоря, сегодня мы спорили с главным коммунистом по республике. Я ему объясняю, тут не Владимир Вольфович уже делал, да, понятно, что он пророк уже сейчас. Понятно, что он предсказатель. Понятно, что он говорит все правильно. Понятно, что партия власти берет то, что нужно, там, за последние годы он говорил, все остальное прочее. Но самое главное, что у нас кандидаты в депутаты средний возраст 32 года. Мы меняем фракцию наполовину. Понимаете? И причем ребята, которые сейчас набирают, которые я перечислил, это же, ну, если они выигрывают партию власти конкретно на местах, родившись там, значит, их люди уважают, это все работает. Ротация, на самом деле, очень мощный инструмент. Мы с Чакуром Николаевичем, сейчас, как бы, я был, скажем так, в группе поддержки в Праймерис. Такой инструмент, как Праймерис, использовала нынче только Единая Россия. В других, скажем так, политических течениях Праймерис... Ротация. Только, возможно, вот, ваша партия, да, и Единая Россия показывают готовность. У вас в силовом порядке ротация, да? Ни один посторонний с другой партией к нам не пришел, в отличие от них, от этой партии. Ни один. Внутри партии. Не в отличие от их партии. Внутри партийная ротация. Чтобы вы понимали, ни один человек. И Единая Россия тоже. Носова убрали, он коммунистом ушел. И там все, что там прочее. Мы сейчас говорим про то, что у нас партия совсем по-другому. Он сейчас начинает рассказывать там что-то, там что-то, что-то. У нас настолько мы чисты. И в возрасте мы чисты. И в личностях мы чисты, понимаете? То есть у нас не было. Я никогда в жизни не пойду в политику от другой партии, которая сейчас у нас есть. Никогда. Нет, мне лично очень импонировала та, скажем так, прямота и честность, которую региональное отделение ЛДПР провело нынешнюю кампанию. Абсолютно. Без особой грязи, без поливания там конкурентов на уровне и так далее. Я уже набираю в Нейринге, ну сколько можно нас отдирать? Мы же никого не трогаем. Уже позвонила Единая Россия. А там сидит кость в горле под названием фетисов, от которой отворачивается все больше и больше людей, скажем. И это влияет... Вот ту силу, которую представляют фетисов, мы видим, абсолютно видим, что она идет абсолютное снижение. И возможно даже звучит таким образом. А нужна ли такая партия вообще в целом по стране? Я все-таки склонен к тому, что вот лица играют определенную роль партии, да? Боюсь, что Владимир Вольфович должен себе вырасти хорошего приемника, да? Что партия не развалилась. Мне кажется, он один тащит партию ЛДПР. Нет. Это мое мнение. Можете я ошибаюсь, но... Это многие так говорят, но поверьте, все же говорят, что как он высказывается, все прочее. А вы знаете, что он совсем другой? Тот недавно сказал, а ваш же главный сказал на последний ход, на вчера, когда, типа, Владимир Вольфович, добрый и очень мягкий. Действительно, он такое и есть, понимаете? И то, что сейчас готова замена, и там, ну, я думаю, пять, шесть, семь человек точно есть. И они личности, на самом деле. И то, что они сейчас вылезут в любой момент, это всегда будет. Нет, Владимир Вольфович, конечно, яркая личность, но все равно на местах-то люди работают. Люди, а без людей это уже ничто не будет. Вот это вот, вот эти выборы показали, кто работал, тот и заработал, как говорится. Вот Единая Россия работали, работали. ЛДПР, Справедливая Россия, да, эти в партии были на слуху все вот эти вот пять лет. Потому что кто-то что-то делал там, кто-то здесь что-то поднимал, да. И тут приходит Андрей Викторович, да, и делает ошеломляющий успех. У некоторых другов, он даже... Притом, что меня не крутят 24 часа в сутки по 24-7 России, в отличие от некоторых других партий. Электорат есть, яблоко есть. У нас всегда в Якутии был электорат. Никто этим не пользуется. И никто это вот... Мне даже кажется, что Андрей Викторович пришел, да, без бюджета, без ничего, да, пришел и взял свои голоса. Очень много голосов. Очень много. А другие вот это... Это еще... Многие еще не пришли, многие еще не голосовали, да. Кто-то пошел на озеро, кто-то еще... Мы говорим не про яблоко даже, скорее всего. Я полностью согласен. Да. То есть, работать надо всем партиям. И эти, не только перед выборами, не только вот эти два, два-три месяца, да. Вот эти партии, которые здесь присутствуют, они работали. Их было видно. И они получили результат. Яблоко могло быть тоже с результатом. Надо работать. Больше работать. В условиях чистого эксперимента. Вот давайте я вам как... Хотя и теоретик, я скажу, что такое чистый эксперимент. Да? Вы берете подобных кроликов и ставите их в равные условия и дальше тестируете на них вот единую Россию, яблоко и так далее. Когда у вас одна партия 24 часа в сутки крутится на федеральных каналах в течение пяти лет до выборов, ну это... А других людей банят. И они внесены в стоп-листы, как я думаю, что на это телевидение вряд ли может прийти Ухан. В Москве на телевидение не может прийти Навальный. Да? Вряд ли могу прийти на телевидение я. Вот как... Вы же здесь. Вы у нас присутствие. Ифири. Я говорю, что... Регионарного телевидения. Прекрасно. Я вот прямо... Да, но чтобы... Прекрасно. Секундочку. То, что я говорю, это просто медицинский факт, что есть стоп-листы. Я не утверждал, что я здесь в стоп-листе. Заметим. Но я хочу сказать. Телевидение должно быть негосударственным. И тогда мы с вами увидим... Расскажите, почему вас не пускают в Фейсбук и в Инстаграм. Еще раз. Я вам напомню, что у телевидения аудитория... Расскажите, как Единая Россия контролирует Фейсбук. У Фейсбука аудитория миллиард семьсот тысяч человек. Правильно. Особенно калифорнийские и китайские пользователи Фейсбука меня интересуют. Ну, шутка. Нет, ну, подожди, еще раз. Давайте я вас разведу, дорогие участники. Николай Павлович, да. Проблема не в том, что нас не пускают в Фейсбук. Немного в другую сторону. Проблема в том, что вы обгукировали... Нет, вы. Не важно не то, что меня не пускают. Он не единоросс. Он прикалывается. Так что вышли. Да. Вас, вас, Единая Россия, крутят 24 часа в ящике. Холодмин ресурсов. У меня вот такой вопрос. Почему избиратель, якутянин, обычный человек, который особо не разбирается в политике, в целом голосует за партию, которая, ну, у власти, скажем так, да. Вот у меня вопрос, например, к нашему уважаемому коммунисту. Вот почему так получается, что такой процент огромный, вроде бы мы не живем так хорошо, вроде бы мы все разочарованы в каких-то, в том, как страна, куда идет, или сколько мы получаем даже, Но почему-то народ все равно голосует за правящую партию. Вот почему. пастыри хорошие. Ну, оберух, я хочу... Неужели это только реклама? Только технологии? Или какие-то... Поблагодарить по прямому эфиру избирателей, во-первых, за то, что дали вот столько голосов. Нормально, кстати, вот 15 за одномандатника, да, и 15 за партию. 46 тысяч. Да, это нормально. Вот абсолютно коррелированный результат. Нет разрыва там два раза, как введут 7 минут. Я хотел себе сделать на завтра подарок, да, став депутатом Государственной Думы свои 50 лет. Я завтра исполняюсь 50 лет. С днем рождения, товарищи. Да. Ну, видите, как получилось. Но тут вопрос-то в чем, когда, почему не голосуют? Я вот попытаюсь ответить его, да. Смотрите, я где-то в феврале или марте заговорил о тарифах, о высоких тарифах электроэнергии, да. И вся республика пошла говорить об этом. Вот я это помню. А заговорил впервые я. Вы там политруйки, помнишь, я говорил? И поэтому вот видимо, мы не успели это как бы раскрутить. На самом деле это от меня прозвучало, да. А потом, когда вот уже дошло дело до этого, то заговорили все. Вот три человека стоим, да. Я там, кто-то там еще. Все три партии, если говорят только об одном. Я завтра это, вот с тарифами все будет нормально, то есть перекрестное субсидирование там с 1 июля следующего года будет. Посмотрим. Я всегда стяжу внимательно за это. Поэтому вопрос вот в чем, да, почему голосуют вот это, ну, понимаете, перехватывать инициативу, скажем так, да, да, вот я, например, да, с воспитанием мне вот не позволяет у кого-то взять, там, своровать или чего-то вот такое, да, вот я не умею это. То есть власть, она не воспитанная. Это вообще поляну зачистили под себя. Абсолютно, блин. Вытащили вот такую дубиночку. Говорим о том, что, да, вот, например, сказал там тариф, там много чего я говорил, там ЖКУ там и так далее, газ вот. Ваша партия парламентская уже сто лет. А что там сейчас-то говоришь в марте? То, что случилось когда-то в 90-х годах, это я 70 лет власти. Я 2000-го года член партии, поэтому мне это не касается. А до 2000-го это не считается? 16 лет, с 2000-го года я член партии. Поэтому тут вопрос в том, что мы поправили ситуацию после там эльтменовских выборов, да, мы получили тогда 35 тысяч, да, получили сейчас по партийному 43, мы на 8 тысяч поправились. Поэтому вот партия коммунистов мешала, да, там они получили, кстати, 11 тысяч. Вот вам и прибавьте туда, было бы 55, да, или 54. Поэтому тут вопрос такой, ну, мы вернемся к цифрам сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как победа, может быть, в данном случае, как ирония прозвучит, коммунизма. Реклама. Они не верят, что я потратил. Мы тут продолжаем искать, продолжаем искать виновных, и на самом деле ситуация такая, что Единая Россия, она вот оправдывает все эти цифры, которые показала, и мысль Петра, почему, почему все это случилось, давайте мы продолжим. на самом деле, Дмитрий, самое начало, не останавливаясь. Да, должны быть женщины. Кто была вторая по списку? Женщина. А у нас кто был? Одни мужики, понимаете, в чем дело? А, Шершелефан, да? Понимаете? И когда в деревнях, в деревнях, когда идут и организовывают и создают участковые избирательные, кто там сейчас возглавляет? Женщина мужики возглавляет. Поэтому вот вопрос-то вот в чем. Да это совершенно не к этому. Никто не смотрит. К этому, к этому. Лежим женщин избирательного права. Нет, солидарность с женщиной еще не подходит. Галина Иннокентьевна такая. Ну, да. Так вот. Второй мандат от Якутии все-таки. Давайте мы в эфире поздравим Галину Иннокентьевну с, скажем так, с тем, что она прошла все-таки по мандату Единой России число депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Можно я скажу, да, вот одну вещь, да? Насчет женщин? Нет. Я вот как раз Петру вопрос или может быть реплика. Я думаю, что партия стагнирует, да? Не развивается. Потому что если отнять вот этот процент, да, получается коммунисты. Нет. Ну, вот это мое мнение, да? Почему? Я вот задаю себе вопрос. Потому что не обновляется. Нет новых. Вот если ЛДПР говорит, у них новые 35-летние парни есть, у них крепкие. Крепкие такие. У них нету. Может быть, причина в этом, а не в том, что женщин нету. Нет, ну смотрите, что такое. Чоку, не так. Вы сейчас приходите к нам на Октябрьское 3, да? После 7, после 6, вы там старшие 24-х или 25-ти лет никого не увидите больше. Одни комсомольцы и комсомолки. Все. Старые, бывшие комсомолцы? Почему? Наши, 24-летние, 18-летние, да их полно уже. Вот скоро только к 18-му году мы их уже раскрутим и посмотрим, что придут. Еще через 5 лет ждать надо? Во сколько лет дамы считают? Два года. До скольки лет дамы можно считать 18-летние, да? В этом вопрос мы как раз-то угадали. Поэтому одна молодежь к нам придет сейчас. Ну, надеемся на победу, да? По выборам прошедшим. У нас мы все выбираем своего представителя. Госдуму. Это представитель всего населения. Правильно? И мы разделились, искусственно разделились. А кто виноват? На партии. Нет. Вот слушай. Разделились на партии и эти партии между собой воюют. И причем порой воюют как гражданская война. Шашками, да? Да, шашками. Причем с последствиями. Там в Улусе допустим один родственник за одного, другой за другого. Ты за этого не проголосовал, ты враг. Тебя с работы уволили. И вот так вот это все. Мы превратили простую процедуру в гражданскую войну. А по идее, на самом деле радикализма-то нет. Не партия даже, а власть должна была работать со всеми партиями. С Яблоком, Единой России, Коммунистами, ЛДПР. Власть сама. Администрация президента, нашего президента, может, какая-то другая структура. Исполнительная, имеешь в виду? Исполнительная власть должны были работать с каждым. Потому что в любой партии наш человек, наш земляк все равно будет помощь. Есть здравые силы. В любой, в любой, скажем так, политическая конгломерация есть здравые силы. Вот кому бы помешало, если бы Андрей Викторович туда попал? Он бы сделал все для Якутии. Мне лично нет. Так? Кому помешает? Вот так вот, чтобы от любой партии. И мы сейчас, вот если ЛДПР у нас будет, да, человек, вообще мы все будем рады. Да, конечно, это же большой плюс. Это большой плюс. Я не буду рад тому, что ЛДПР. У нас в Якутии много того. Я их чай пил, кстати, мне рюкрито. Ну и что, мне не нравится, когда говорят за русских, за ЛДПР. А как же мы, якуты? Почему именно только за... Слушай, мне не нравится. Они, они куда меньше националисты, чем представители некоторых других. Не знаю, мне русникам не давать кредиты, ну это во всем же кажется по-другому. Самая главная суть в том, что я больше переживаю во много, хотя я вроде бы на лицо русский, но родившись здесь за Якутию, чем родные якуты, которые здесь уезжают, сейчас живут там в Санкт-Петербурге, на Гавайях, все одно и прочее. У меня дети говорят по-якутски и поют по-якутски, собираются больше саха друзей, чем русских, понимаете? То есть у нас такого вообще понятия у меня нет, как бы родившись здесь. Кстати, давай не повторим эксперимент. И то, что сегодня Жириновский говорит об этом о русских, он говорит, не то, что там нет разреза в глаз, а кто говорит по-русски и думает по-русски, это... Дай мне минутку. Андрей Викторович, любую фразу по теме на якутском, по теме. По теме какой? Вот нынешний, выборы там и так далее, и так далее. Друзья, я вот зачем микрофон-то взял? Мне тоже ЛДП поругать. У меня действительно вот на основе услышанного у меня появилась мысль о том, что на самом деле-то надо ругать Единую Россию за то, что дело же не в логотипе, а в людях, которые в Единой России. Вот мне... Я член... 17-го года. Но мне не нравятся люди, которые от Единой России попадают в Думу. Вот если взять их список, мне эти люди не нравятся лично. Егор Афанасьевич... Вот если бы Чакур там был бы от Якутии в Единой России, я бы... Спасибо. Да, я бы вот молодой, энергичный, активный. Вот. Тогда у Единой России было бы совсем другое к нему отношение и явка на выборы была бы гораздо лучше. Все равно мы говорили, что партия власти запахала все. Да, почему мы не любим партию власти? Мы не любим ее за людей. За там... Кого там? Нет. Курков, Володин. Да мы и коммунистов не любим за людей. Сиди там в губаре постоянно. Нет. Гоммунисты это идея. Отнять и поделить. Это всегда будет... Определенный процент людей в обществе всегда хотят отнять и поделить. Слушай, а есть вот такие вот блондиночки с такими формами, да? Блондинки. И что? Которые от совершенно разных партий идут. Точно так же есть люди, которые за русских, за ЛДП, всегда будут. Всегда будут. И всегда будет процент. Будет у них процент. У вас будет процент. Это хорошо, нормально Я за правящую партию, за центристскую. Она и является центристкой. Вот эти цифры, которые показала единая партия, да? Ты заметь, они... Например, история с Андреем Савичем Борисовым. Кто в ней виноват? Что, ЛДП, что ли, виноваты? В том, что они подписи не могут собрать. Дело в том, что по всей России, да? Один только одномандатник в Адыгее. И никто не прошел. Самовыдвижение. За эти 25 лет, да, вот меня одно поразило, что мы все-таки вот ругаемся, да, вот, например, в сторону нас всегда, вот камень в огород кидаем, но заметьте одно. В Советском Союзе сколько было республик союзных? 15. А сегодня сколько республик? Ни одной. Кроме национальных республик. Правильно? Автономных. Состоятельных. Бывших, да? Вот вопрос-то самый-то главный. То есть мы не можем интернациональными стать-то, что основа ленинской политики такова была. Вот поэтому вот мы застряли на остановке как-то создания условий, да, и все, и дальше не двигаемся. Где производство? Где наши денежки-то, на которых можно было бы заработать? И тут как раз появляется вот этот вопрос. Вот сегодня кого только не, кем только мы не называем их, да, хачки, кавказцы, азиат. А ведь давайте назад и повернемся до 91-го. А разве были они? Так они же были армян, грузин, там кто там. Но мы их не назвали, никогда. Есть кто? Был гражданин. Был гражданин Советского Союза. Все. Это их любимая тема, кстати, расстрел. Кроме как расстрел. Чикор, все-таки твои прерванные мысли давай мы восстановим. Ну вот я говорю, что я за то, чтобы было больше самовыдвиженцев, да? Ну как член партии, как человек, когда ни одного самовыдвиженца нету, ну в Адыгее только один пробился, да? Он прошел. Очень сложная система собрать подписи. Вы сейчас скажете, Единая Россия сама вот такая сделала, да? Но законодатель, если вы сюда пройдете, говорил, Павлович, вы, пожалуйста, поменяйте эту систему, чтобы голоса регионов были все-таки услышаны, то есть самовыдвиженцев, да? Все-таки мы партии, партии, как бы будем всегда перетягивать одеяло туда-сюда, а самовыдвижение, если он все-таки будет представлять народ. 225 человек, только один из них самовыдвиженец. Андрей Савич вот не прошел. Мы говорим о том, что самовыдвиженец должен быть настолько личностью, да? Или настолько иметь денег, или настолько иметь власть, чтобы пройти... Это не сочетается? Нет, ну почему? Абсолютно не сочетается. Харизма, деньги и власть, это не сочетается. Ну в том-то и дело. Я так не думаю. Мы сегодня говорим о том, что если бы Андрей Борисов прошел бы, что он не поддерживал партии власти, он поддерживался, правительство, правильно? Он же не просто пошел так. Человек находится... Но его поддержали все, как бы якутяне поддержали, проголосовали, в том числе и ЛДПР, может быть, проголосовали. Ну я имею ввиду, члены ЛДПР или... Не, я был за, чтобы человек прошел. Но мы сейчас опять говорим о том, что... Мы не говорим, что он супер-мужчина, я его знаю очень хорошо. Но я считаю, что должен быть... Телега уехала, колея осталась. Да, должен быть гораздо моложе и интереснее. То есть это же как бы... Мы сейчас говорим, что он не на самом деле... Я говорю, надо смягчить законодательство. Ну я, ну да, да. Сбор подписи, она должна быть чуть помягче. Нет, естественно, чуть помягче. То есть сделать партии, которая ужесточила законодательство. Нет, но партия умеет себя критиковать, значит. Представители партии умеют признавать свои ошибки и, возможно, сделать что-то, чтобы таких ошибок больше не повторяли. Это очень хорошая черта, на самом деле. Это прекрасно. Как бы вы ни кляли и не обвиняли их в деспотизме и... А может быть, мы покритикуем тогда и то, что вы контролируете всю телевидение. Можно я еще покритикую «Единую Россию»? И главное, республиканские СМИ. Это не один из нас, а один против всех. Знаешь почему? Потому что вы пропустили Тумусова в Думу. Вот вы, республиканские СМИ. А он пришел совершенно мошенническим путем. Вот это вот ОНФ себе на логотип придел, потом под видом этого Ильковского пускал. Ладно, тут у нас остается буквально... Нет, это ведение избирателей в заблуждение. У нас 30 секунд до конца эфира. Давайте, давайте, заревшать. Можно бесконечно говорить, что мы могли сделать и что мы должны сделать. Но все-таки остается фактом. 18 сентября мы сделали свой выбор. Республика пока имеет двоих депутатов. Получила двоих депутатов. Может быть, третий. Давайте мы все дружно обрадуемся, когда республика получит третьего. Один из нас. Смотрите через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова